всем привет с вами ng smoke и меня зовут роман и в сегодняшнем нашем обзоре мы рассмотрим очередной мехмот от отечественного производителя который называется эль тандер от московской команды viva la cloud итак поехали итак представляю вашему вниманию миниатюрную и очень продуманную печку с конструктивом которой вы до этого еще не встречались производителем эль тандера является московская команда сми viva la tuccia которые сами обычно делают обзоры на всякие железки и освещают события вейп индустрии и вот на прошедшем вейп экспо в москве они представили свой первый мехмот о котором сегодня и пойдет речь эль тандер поставляется в бамбуковом тубусе и этот тубус кстати единственная деталь произведенная не в россии мехмот сделан из латуни и на сегодняшний день доступны три вариации расцветок некрашенная латунь и латунь с порошковой покраской в черном и сером цвете мехмот получился очень компактным и выполнен в эргономичном форм-факторе с выемкой благодаря которой мод идеально ложится в ладонь а для любителей цилиндрических форм туда отлично помещаются вейп бенды шириной в 7 8 миллиметров диаметр его составляет 26 миллиметров с посадочной площадкой под атомайзеры 24 миллиметра по пинам здесь все стандартно ради собственной же безопасности используйте дрипки только с выпуклыми пинами ну что ж а теперь время подошло перейти к самой интересной части этого мехмоток его конструктивной составляющей за производительность в этом мехмоте отвечает цанговая контактная система такая конструкция как снижает переходное сопротивление так и позволяет кнопки нажиматься равномерно по всей ее площади жарева каждого механического мода зависит от внутреннего сопротивления девайса самыми узкими местами в цепи являются резьбы кнопка и прочие контактные соединения сопротивление на этих местах называются переходным и именно от этого показателя зависит то как хорошо будет работать этот мод здесь же переходное сопротивление сосредоточено на цанговой системе и она зависит от давления от площади и от мягкости металла давление достигается прижимом лепестков кнопки и так как на каждом лепестке есть контакт то соответственно кнопка будет жарить с любого положения чем сильнее лепестки давят на кнопку тем сильнее мех будет жарить но и не забывайте о том что если сильно пережать лепестки то и кнопка тоже может застревать в исходном виде то есть из коробки кнопка подстраивается под сбалансированное положение по отношению прожарки и нажатия но здесь тоже есть варианты по кастомизации если вы любите тугой ход кнопки то на цанговой системе есть специальная проточка под оринг который будет прижимать лепестки чем самым делать ход кнопки тугим но если вы вдруг боитесь пережать лепестки орингом то их можно очень легко выровнять простыми движениями при помощи обычного аккума толкатель здесь тоже очень прост в эксплуатации чистить его очень просто даже при помощи от четвертого листика и ровной поверхности ну что ж подведем итог на самом деле мне очень приятно что последнее время становится все больше и больше отечественных производителей которые могут конкурировать западными такими как собом инновейшн x1 и прочее и на клауд как раз входят в этот список который на самом деле молодцы что же касательно мода он вышел эргономище неким маленьким жарящим и по очень приятной цене на этом у меня все всем спасибо пока